Привет, друзья! Это я, Равшан Хаджиев. На моем вкусном канале специальный выпуск, посвященный нашей поездке до Хивы. Поездка будет очень долгой, потому что мы собираемся заглянуть в Самарканд, прокатиться по Старой Бухаре. Но этот эпизод посвящен исключительно дороге. Мы решили отказаться от авиаперелета, потому что все это очень быстро и неинтересно. Можно пролететь огромные расстояния за полтора часа, но так и не увидеть тех вкусных мест, которые в нашем случае попадутся нам на маршруте. Остановок будет много. Я постараюсь, чтобы они были очень яркие, красивые и аппетитные. Поэтому давайте буду экономить место на флешке и без лишних слов пожелаю нам всем хорошего пути. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Не прошло и часа, добрались мы до Чиназа. Минутка поэзии на моем канале. Мы остановились у рыбного места. Пойдем смотреть все детали и подробности, как это делается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это вкусно-ароматное место зовется в народе Чиназской рыбожаркой. У меня, к сожалению, не получается оставить локацию, потому что здесь проблемы со связью. Но вы не проедете мимо, оно прямо у дороги. Мы не стали наедаться очень сильно, потому что, как сказал бы наш гость Смарк, Следующая станция Кингсайз Самосах. Мы едем в Джизак, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok У нас одна незапланированная остановочка. Это место называется Сардаба. Здесь не пахнет костром, не пахнет жареным мясом, но поверьте, здесь очень сладко. Пойдем покажу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сок ароматных дынь Я надеюсь, вы разглядели ту толпу пчел, которая летает вокруг желтой дыни Это явный показатель того, насколько дыня сладкая Марк в шоке Легует Легра Легр В поисках огромные, нереально вкусные и сочные джизакские самсы мы решили остановиться у местечка под названием Авсона. И нам круто повезло, потому что там внутри два огромных тандыра до краев, забитых самсой. Мы попали на свежую партию, сейчас покажем все крупным планом. Субтитры создавал DimaTorzok То, что у джизакские самцы свое огромное место в узбекской кухне, это, конечно, бесспорно. Она очень вкусная, сытная и сочная. Я не знаю, где мы остановимся в следующий раз, но я даю вам слово, я кушать не собираюсь. Музыка 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 Привет, друзья! В Самарканде раннее утро. Мы готовы отправиться в Бухару. Я хочу напомнить, что данный эпизод целиком и полностью посвящен нашим передвижениям между древними городами Узбекистана. О том, как и насколько вкусно мы провели время в самом Самарканде, вы наверняка уже увидели в самаркандском эпизоде. Планов у нас по-прежнему много, они по-прежнему грандиозные, поэтому в добрый путь. Встречай нас, любимая, великая Бухара. Музыка Мы добрались до Новоайской области. Сегодня нереально жарко. Пока ехал, я видел табло, на котором красовались все 37 по Цельсию. Не стали заезжать в Нур-Ату. Относительно времени для нас это колоссальная роскошь. Но мы остановились в очень хорошем, прохладном, красивом и вкусном местечке под названием Крахчинор. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Который я ел. Очень вкусно, нереально, сытно, нежно и вот как надо, знаете. Еще рекомендую шашлык из курицы. Даже если вы съели целый лягам плова, закажите себе палочку этого шашлыка. Вам очень понравится. Прям чувствуешь этот маринад. Соки. Это круто. Это очень круто. Это нужно попробовать. Субтитры создавал DimaTorzok Если я не сбился со счета, это наше третье утро в Бухаре. Через 10 минут мы выдвигаемся в сторону Хивы. И поскольку это специя Peugeot, мы будем делать остановки и показывать всю вкуснятину, которая попадется нам по дороге. Увидимся позже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы остановились в местечке, которое по непонятным мне причинам называется Самаркан Чойхонасы. Друзья, это самый настоящий оазис посреди раскаленной пустыни. Здесь огромное количество автобусов с туристами делают остановку. Приезжают просто машины, проходят просто путники. И не только потому, что здесь вкусно, но и потому, что здесь поблизости просто больше негде поесть. Поэтому, если вы не умеете ловить суслика голыми руками и делать из него нормальную еду, будьте готовы выложить доллар за палочку шашлыка здесь. Найти просто. Вон башня, вот Чайхана. Локацию оставить не могу, потому что мой мобильный оператор за мои же деньги не дает мне такой возможности. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, вот мы и в Хиве. Город встретил нас приятной прохладой. После жаркой Бухары это очень приятно, этого очень не хватало. Сейчас по плану у нас размещение в отеле. Нужно принять душ, смыть с себя пыль дорог, побриться и только потом, чистеньким, завтра войти в Ичан-Калу. О том, насколько вкусно в Хиве, в моем отдельном хивинском эпизоде, вот подсказочка. Я очень надеюсь, что я успел все смонтировать и залить, потому что в противном случае все вот это сейчас выглядит очень нелепо. В заключении я в очередной раз хотел бы поблагодарить ресурс MyDayUs за помощь в проведении съемок в Самарканде, Бухаре и этом прекрасном городе. На этом все. Живите ярко, ешьте вкусно. Лично у меня уже есть мысли по поводу того, чтобы повторить подобный пробег до Ферганской долины. Успеем то до зимы, если нет, то весной. Там очень красиво и, конечно, вкусно. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok